Некоторые юноши приросли к диванам. Некоторые юноши приросли к диванам. Военный комиссар Минского областного военкомата рассказывает об особенностях очередной призывной кампании. Очередную подборку по братимам мы посвящаем белорусской армии. Она включает материалы, которые рассказывают о боевой учебе и жизни наших союзников. А подготовлены они на основе публикации военного информационного агентства Ваяры Белорусской военной газеты «Во славу Родины». В Белоруссии в разгаре призывная кампания. Сколько юношей Минской области пополнит армейский строй нынешней осенью? Кому по закону положена отсрочка, а кто рискует стать невыездным? В каких специалистах сегодня нуждаются вооруженные силы? Как стать контрактником? Об этом и не только рассказал военный комиссар Минского областного военкомата полковник Игорь Тарабеш. Игорь Витальевич, сколько юношей планируется призвать на срочную военную службу? Около двух тысяч. До середины октября большинство граждан призывного возраста должны пройти медкомиссию, которая и определит степень их годности к службе. Ужесточились ли требования к отбору? Врачи всегда относились к обследованию призывников со всей серьезностью, хорошо понимая личную ответственность за поставленный диагноз. Поэтому вряд ли можно что-либо тут ужесточить. А ошибки изредка в любой работе бывают. Даже несмотря на то, что в состав районных медкомиссий обычно входят лучшие, наиболее опытные специалисты. Поверьте, они семь раз проверят, прежде чем примут решение. Если возникают какие-то сомнения, проводится дополнительное обследование здоровья призывника на месте или по направлению в областной клинической больнице. Под руководством заместителя председателя облисполкома Ивана Маркевича проведен инструктивно-методический сбор с членами областной и районных призывных комиссий. Довели требования нормативных документов, рассказывали об особенностях и порядке проведения осенней призывной кампании, а также проанализировали итоги весеннего призыва на срочную службу. Так вот, лишь каждый третий юноша из подлежавших призыву оказался годным по состоянию здоровья. Можно, конечно, традиционно посетовать на экологию чернобыльский фактор, неправильное питание, плохую наследственность, но, на мой взгляд, во многом здоровье человека зависит от него самого, от его физической активности. К сожалению, динамичное развитие интернет-технологий, увлечение гаджетами не проходит даром. Некоторые юноши словно приросли к диванам, напрочь забыв о спортзале, бассейне, стадионе. Словом, есть о чем задуматься. Что грозит тем, кто уклоняется от призыва? Уклонение от мероприятий призыва в соответствии со статьей 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь по усмотрению суда наказывается штрафом или арестом, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Недавно в законную силу вступил приговор, вынесенный 27-летнему автослесарю из Маладечна, за уклонение от призыва он арестован на три месяца. Мера наказания могла быть еще строже, но суд учел чистосердечное раскаяние парня и то, что он отец малолетнего ребенка. А тем, кто скрывался до 27 лет, призыв в армию, равно как и уголовная ответственность, уже не грозят. Они не являются субъектами призыва по возрасту. Поэтому будут проходить как нарушители воинского учета, за что предусмотрена административная ответственность. Кроме того, сведения о гражданах, не прошедших срочную военную службу без законных на то оснований, будут заноситься в военный билет. С такой записью их не возьмут на работу ни в одно силовое ведомство, а также на госслужбу. Давайте поговорим о теме, которая сейчас на слуху, о новых правилах предоставления отсрочек от службы в армии тем, кто поступил в техникум или институт. Недавно внесенные изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе коснулись лишь отсрочек по образованию. Граждане призывного возраста имеют право воспользоваться отсрочкой от призыва на службу один раз. Окончив школу, юноша поступает в техникум или институт и учится. Но после завершения учебы он однозначно должен отслужить. Есть, правда, одно исключение, если гражданин направляется госорганами для продолжения образования за границей, в нем видит талантливого специалиста, научного работника, то он получает отсрочку. В принципе, можно еще продолжать образование и проходить службу в резерве. То есть два-три раза в год пребывать в воинскую часть на сборы и продолжать учиться в магистратуре или аспирантуре. Но в законе есть оговорка, что на службу в резерве призываются граждане по их желанию при отсутствии потребностей в срочной военной службе. Поэтому о массовости этого вида службы пока говорит преждевременно. Как попасть на службу в резерве? Призывная комиссия района рассматривает все нюансы и обстоятельства. С их учетом она может направить гражданина на службу в резерве по ходатайству государственных органов, которые видят в нем ценного специалиста в производственной, научной или образовательной сфере. А в приеме на военную службу по контракту что-то изменилось? Да. В 2014 году с учетом особенностей комплектования вооруженных сил было принято решение по наиболее востребованным в армии специалистам. В частности, водителей, электриков и других. Призывать на эти должности можно юношей, не служивших срочную, сразу на контракт. Только надо выдержать своего рода проверку на правпригодность, сдать нормативы по физической подготовке. Также командование части учитывает и морально-нравственные качества. В подборке использовались материалы майора Олега Никала, капитана Яна Горбанюка, подполковника запаса Григория Солонца, Оксаны Курбека, Павла Гордейчика и Виктора Блинова. Павла Гордейчика и Виктора Блинова.